Сегодня модная индустрия открыла двери для абсолютно разных моделей. Мы все чаще видим женщин разного возраста, комплекции. Есть особенные модели и самые обычные. Так было не всегда. И оттого сложнее представить, что 90-летняя женщина может стать иконой стиля в столь почтенном возрасте. История Айрис Апфель – это история неожиданной мировой славы самой модной старушки. В 2005 году Метрополитен-музей открыл выставку ее костюмов, открыв ее саму для целого мира и широкой общественности. Будучи в преклонном возрасте, Айрис Апфель стала самой узнаваемой женщиной. И ее имя могут не знать, но яркие крупные браслеты в сочетании с круглыми очками в толстой оправе узнают моментально. Сегодня мы поговорим о стиле этой великолепной женщины. Ее историю успеха и творческой карьеры – декоратора Белого дома. В этом августе Айрис Апфель исполнилась 99 лет. Она родилась в 1921 году в Квинсе. Ее мама была эмигранткой из России, владела магазином одежды и одевала свою дочку как куколку. А отец работал с лучшими дизайнерами интерьеров в Америке. Именно отец стал опорой Айрис в индустрии дизайнеров и познакомил ее со многими своими клиентами. В молодости Айрис изучала историю искусств в Нью-Йоркском университете и посещала художественную школу при Висконсинском университете в Мадисоне. Но искусствоведом она не стала. Айрис была увлечена историей тканей, что позже стало ее основной деятельностью. Свою модную карьеру Айрис начала с работы журналистом, а затем и редактором в модном журнале Women's Wear Daily. Но путь декоратора начался с работы с известным дизайнером интерьеров Эленор Джонсон. В 1948 году она вышла замуж за Карла Апфеля. Он стал для нее верным супругом и компаньоном. В 1950 году Карл и Айрис основали свою компанию «Old World Universe». Их жизнь была как праздник. Айрис вспоминает. Наше первое свидание состоялось на День Колумба. В День Благодарения Карл сделал мне предложение. На Жизниство мы обручились и на День Президента поженились. Супруги прожили 67 лет. Карл скончался, не дожив три дня до своего 101-го дня рождения. Когда Айрис спрашивают, что было залогом их семейного счастья, она отвечает «Общая страсть». Карл с женой занимались реставрацией старых тканей. Вместе они объездили весь мир, изучая ткани разных стран и времен. В их компетентности не было сомнения. Основными клиентами компании были музеи, заинтересованные в восстановлении экспонатов. Компания Old World Universe более 40 лет сотрудничала с Белым домом, выполняя заказы президентов на реставрацию помещений и отделку мебели. Среди заказчиков были Гарри Трумэн, Дэвид Эйзенхауэр, Джон Кеннеди, Линдон Джонсон, Ричард Никсон, Джеральд Форд, Джим Картер, Рональд Рейган и Билл Клинтон. Именно в годы работы с тканями сформировался уникальный стиль «Айрис Апфель». Она признавалась, что больше всего любила бывать на восточных базарах. «Я человек цвета. Я никогда не стала бы известной, если бы не экспериментировала. Ее костюмы и украшения – это всегда буйство цвета. Прирожденное чувство стиля и навыки дизайнера не позволяли ей сочетать оттенки бездумно. Комплекты «Айрис» выглядят гармонично. Наглядное пособие по сочетанию цветов и принтов. В 1992 году Карл и «Айрис» продали бизнес. При этом «Айрис» осталась консультантом в компании. Долгие годы она занималась поиском и коллекционированием винтажных вещей. Не только тканей, но и предметов одежды и аксессуаров. Поиск сокровищ доставлял большое удовольствие. Новый этап жизни наступил в 2005 году, когда Метрополитен-музей в Нью-Йорке организовал выставку ее нарядов и аксессуаров. Первоначально идеей куратора Института костюма при музее Гарольда Кода было показать небольшое собрание ювелирных украшений и редких предметов из коллекции «Айрис». По мере подготовки выставки концепция менялась. Добавились несколько костюмов, увеличилось число украшений, а потом и вовсе сформировалась большая отдельная экспозиция. Когда выставка открылась для широкой публики, она называлась «Рара Авис» – переводится с латыни как «редкая птица» – и состояла из 80 комплектов одежды и более сотни аксессуаров и украшений. В 2009 году выставка повторилась в музее Пибоди в Эссексе под названием «Редкая птица моды. Непочтительная Айрис Апфель». Позже выставка посетила и другие музеи – Музей искусств Нортона, Музей искусств округа Нассау и Рослинг-Харбор. После экспоната вернулись в Метрополитен-музей и были переданы в дар. Яркий стиль, продемонстрированный Институтом костюма, заинтересовал не только любителей моды. Айрис стали интересоваться модельеры, фотографы и глянцевые журналы. Буйство красок и цвета было как никогда актуально для моды середины нулевых. При этом Айрис сильно выделялась из общества масс-моды и постоянного потребления. Я все еще ношу платье Норман Норелл, которое было на мне на первом свидании с мужем. А это было больше 70 лет назад. В 2011 году Айрис Апфель была приглашена профессором на кафедру текстиля и одежды в Техасском университете в Остине. До сих пор Апфель часто выступает с лекциями перед молодыми дизайнерами интерьеров и одежды. И эти лекции пользуются бешеной популярностью. В декабре 2011 года Айрис Апфель была приглашена косметической компанией МАК для создания совместной коллекции. Бренд, славящийся политикой выбора разных моделей и лиц для своих компаний, первым пригласил 90-летнюю модель и дизайнера для рекламы своих продуктов. Итогом совместной работы стала зимняя коллекция. В нее вошли помады, тени, карандаши в цветах, отобранных самой Апфель – ярко-красные, изумрудные, голубые и оранжевые. А символом этой коллекции стали знаменитые круглые очки. Индивидуальный и неповторимый стиль Айрис стал вдохновением для дизайнеров бренда Джимми Чу. А бубной бренд выпустил модель туфель Айрис в 2012 году. В 2013-м газета «Гардиан» отметила успехи Апфель в модной индустрии и внесла ее в список 50 самых модных женщин, которым уже за 50. На тот момент Айрис было уже 92 года. Яркая во всех смыслах жизнь Айрис стала основой для документального фильма «Айрис», который снял Альберт Майзлес. Картина была представлена в 2014 году на Нью-Йоркском кинофестивале и выпущена в широкий прокат в 2015 году. Модельная карьера Айрис стала набирать обороты. Теперь ее приглашали на съемки коммерческих роликов для французских автомобилей и ювелирных украшений. В возрасте 95 лет Апфель анонсировала стартап, став самым взрослым стартапером в мире. В сотрудничестве с компанией «Мудрая одежда» Айрис разработала коллекцию умных украшений. В 2018 году, в 97 лет, дизайнер презентовала свою книгу «Икона по воле случая», в которой рассказала о своем неожиданном успехе и звании модной иконы в столь почтенном возрасте. Книга была переведена и на русский язык. В этом же году компания «Маттелл», выпускающая знаменитые куклы Барби, создала алиментированный тираж самой взрослой куклы с образом Айрис. И здесь дизайнер сломала барьер. Барби всегда была молодой, классической красоткой. Кукла с образом Айрис была раскоплена практически моментально после выпуска. Несмотря на уже имеющийся опыт работы моделью, Айрис подписала свой первый контракт с самым известным модельным агентством – АМГ. И вновь Апфель сломала возрастной барьер и попала в самую точку. Модели в возрасте стали очень популярны в последние годы. Сегодня, в 99 лет, Айрис активно работает и снимается на телевидении, выступает перед студентами и с мастер-классами. Я общаюсь со своими фанатами по телефону и по переписке. Мне звонят и пишут самые разные люди. Шестилетние девочки, молодые женщины, парни. Но многих интересует главное – стиль. Айрис признается, что до сих пор основу ее гардероба представляют вещи с базаров, из рынков, из секонд-хендов и от местных неизвестных дизайнеров. Главное – это не бояться цвета экспериментов. Ведь модная полиция вас точно не арестует за ошибки. Спасибо, что посмотрели нашу лекцию. Подписывайтесь на канал. Рассказывайте о нас, друзья. Оставляйте комментарии. До новых встреч!